Я бы хотел представить свой доклад, который посвящен, на мой взгляд, достаточно интересному способу увеличения доходности оператора связи с помощью привлечения доп. сервисов как удовольной фильтрации контентов. Не секрет, что аркур снижается, об этом много кто говорил, в том числе и известный товарищ. Что делать? Мой домашний оператор, мой любимый, сибирские сети, они предлагают 1 сибирь за 10-900 рублей. Это уже вполне комфортная скорость, с которой сейчас можно жить, можно работать дома. Вполне себе люди живут, справляются, но как-то не возникает желания переключаться на более высокое направление с более высокой направленности. Я провел небольшой анализ того, что предлагаю делать по крайней мере в Новосибирске. Есть мнение провалеров на Телефон, есть мнение провалеров сибирских сети, есть мнение Константина Апилова, это консультант, НКС Нонсалты, который по провалерам специализируется. Провалеры используются в чем? Что должны быть, а, дополнительные сервисы, это может быть телевидение, может быть что-то еще, есть мнение, что нужно пакетировать услуги, есть мнение, что нужно просто давать большую стоимость. Что касается IPTV, на мой взгляд, достаточно высоким сдерживающим фактором является достаточно высокая стоимость оборудования. В порядка 5 тысяч рублей у нас в Новосибирске предлагают приставку. Не каждый, наверное, вот так вот возьмет и пойдет, закажет себе такую штуку. Предлагают пакетное решение, но перспектива мне пока тоже, кажется, не очень понятной. Не так давно тут же вот этот Телефон мне позвонил домой и, в общем, предлагал, рекламировал модную технологию в мой IP, как будет здорово, как будет хорошо. Ну, в общем, я не впечатлился, на самом деле. У меня есть в себе Телекомовский домашний Телефон. И поменять его на что-то другое, я даже не знаю, что должно случиться. Я, наверное, скорее от него там просто откажусь, потому что у меня есть безлимитный сотовый телефон, который, условно говоря, стоимость минуты у меня получается дома порядка 10 рублей в минуту по стационарному телефону. Поэтому подключить только какой-то пакет услуг, связанный с Телефонией, в существующих, где уже есть присутствие какого-то другого оператора, ну, просто Телекомовский телефон в каждом городе присутствует. Поэтому тут, на мой взгляд, достаточно сложно. В последнее время наметилась тенденция, что операторы предлагают какие-то запускывающие услуги, например, уже неоднократно упоминавшиеся антивирусы, предлагают программы для домашней бухгалтерии, лицензии казуальной игры, программы безопасности. Вот есть агрегаты, вот таких вот сервисов, компания Ренсов, они в своем презентации буквально недавно смотрят, они говорят о том, что за год-полтора можно достичь проникновения на порядке 10% абонентской базы, и можно попрыгать своими вот этими сервисами. Так что средний чек за пользование этой услугой будет порядком 100 рублей. От 99 до 100 рублей вот такие вот цифры озвучиваются. Насколько они реально будут, мне очень сложно говорить. Я вот представитель компании-разработчика SovTrack, вот, не провайдинг. Ну вот, мелькают такие цифры. Ну и с точки зрения оператора внедрение такого сервиса, оно стоит, ну, относительно недорого. Тогда я кому помню сейчас. Рен, Sov, Lens, все, да. Ну их несколько вот, они предлагают, агрегируют в себе, там, семь видов антивирусов. Ну, покупай только лучше. Вот. Вот что, на мой взгляд, осталось, ну, либо непокрытым, либо очень мало покрытым, это предложение сервисов, которые ориентированы именно на трафик, которые не предлагают что-то вот такое вот опосредованное, что сбоку стоит. Ну так, тот же самый антивирус, он, с точки зрения паралагера, он немножко сбоку, потому что, ну, это не интернет, это вот что-то другое. Вот. А сервисы, которые ориентированы на трафик, на его анализ, на его там, как-то управление, ну, все дают там полосу. Висниками 20-30. Кто так говорит? Мы даем от 20. Вот. Ну, покупай, конечно, но, бог себе. А никто не предлагает такой сервис, как, ну, я не знаю, чистый интернет. Мы не так давно с нашим заказчиком подошли к реализации проекта, где мы хотим фильтровать, в принципе, весь контент, который проходит через оператора, и каким-то образом его блокировать. Сейчас оператор с этим борется очень просто. Он просто у себя на аппаратном уровне закрывает весь домен КРФ. Просто взял и закрыл, там, с какими-то своими средствами, там, на Freeble.sd, у него какой-то сервис, он стоит, на котором они как-то режут. Ну, не знаю. И все из-за чего? Из-за того, что вот в зоне РФ очень много всякого мусора. Например, или сайт porno.rf. Показывает, что там потребительское общество, рекреация наше озеро. И фантазия людей, она такая. И они просто в силу своей специфики этого оператора, они режут вот такие вот сервисы. Мы предлагаем обратить внимание оператора на такую технологию, как технология гиппакет инспекшн, это глубокий анализ пакетов. Есть еще более расширенный термин, который используется. Это гиппакет-процессы. Это технология, которая позволяет анализировать содержимое пакетов на аппаратном уровне, который проходит через оператора, анализировать, разбирать его вплоть до седьмого уровня протокола, определять, что это за сервис, что за контент пытается получить абонент, что за приложение пользователей пытается получить доступ к внутренним ресурсам. И на основе этой информации можно применять правила, которые регулируют прохождение этого контента, этого сервиса. При чем это все происходит? На аппаратном уровне для конечного пользования практически незаметно. Я случайно обнаружил такую штуку, что мой домашний трафик, он очень прозрачно от меня, вместо традиционного почтового сервера, на который я пытаюсь отправлять, он уходит на какой-то локальный сервер почтовик-провайдера, где он фильтрует, проверяет на антивирусном почте, ну и фильтрует какие-то исходящие потоки спама. Для оператора это тоже трафик, это загрузка ресурсов. Оператор проводит на специальный сервер, который занимается анализом и управлением ММ, просветок почта, и уже там это все дело управляет. Это таким было очень приятной неожиданностью. Решение GTPI предлагает достаточно много вендоров. Одни из наиболее именитых я привел на основу. Они с чем-то друг от друга отличаются, с чем-то схожим, но остановились на том, что используем оборудование ЦИСКа, интегрируемся с оборудованием ЦИСКа. В связи с какими причинами? Ну, во-первых, с точки зрения открытости, это, наверное, самый открытый вендор, ну, с моей точки зрения, не готов спорить, мы и на экранах следим. Ну, просто там почти любую документацию по описанию по продукту ЦИСКа найти в интернете на два щечка пальца. Вот. С оборудованием куловой решеткой надо постараться. Надо перед домашним действием посовершать. Ну и у наших заказчиков, которые выступили инициатором такой разработки, как раз таки используют оборудование ЦИСКа. Но наверняка можно будет и по похожей схеме задействовать и при решении других направлений. Вот. Мы предлагаем интеграцию нашей ленинговой системы SmartSR вот в контексте глубокого анализа пакетов интеграции и сейчас мы увидим такого комплексного решения. Как это работает? В нашей системе есть, скажем так, два сервиса, которые отвечают за взаимодействие с этим оборудованием. Это сервис, который отвечает за сбор статистики и сервис, который отвечает за управление этим устройством. Мы сознательно отошли от того, чтобы конфигурировать устройство силами администраторов. Понятное дело, какие-то глубокие административные штуки должен делать администратор, а всю рутину, связанную с абонентами, должна делать какая-то машина, которая транслирует сигналы абонентского отдела. В состав входит как раз таки коллектор-моражек, который отвечает за взбор трафика, в том числе детализации до конкретного URL-адреса, который набирает абонент в браузере. Подсистема позволяет получать статистики по наиболее посещаемым ресурсам и применять какие-то ограничения на этот рамп. Причем ограничивать на уровне пользователей, на уровне группы пользователей. Все зависит от политики, которая настроена на устройстве. Как это работает? Я вкратце расскажу на картинках общую технологию, и из этой технологии можно будет достаточно быстро понять, какие сервисы можно предлагать абонентам. Я несколько примеров расскажу. Но оператор, наверняка у него есть какие-то потребности в своих сервисах, которых я могу не сразу догадаться. Обладая пониманием того, как работает эта технология, можно продвигать какие-то новые сервисы. На рисунке изображена как раз сеть операторов, есть сеть интернет, и весь трафик, который проходит из сети операторов в сети интернет, он проходит через циско в сети интернет. Сервис конкурент ближай. Он интегрирован с нашим бельным комплексом, и происходит следующее взаимодействие. Когда абонент превращал администратор в момент глобальной настройки, связанной с категориями адресов, политиками доступа абонента, абонентский отдел проставляет статусы абонента, обычная работа такая, оперативная, рутинная. Как только абонент пытается получить доступ к какому-то ресурсу, або этого устройства перехватывает абонент, он через нее просто проходит, анализирует его, определяет, что это за абонент, ну, взаимодействует как раз-таки с сервером и политиками, определяет, что это за абонент, определяет, что это за ресурс, в котором абонент пытается получить доступ, получает квоту на доступ к абоненту. Внутри своей базы в оперативном режиме порядка 100 тысяч адресов может храниться, если адрес не попадает в этот список, может идти заказ дальше. Происходит взаимодействие между базой данных и полисе сервера и бильдовым комплексом, который содержит информацию по всем абонентам, по всем настройкам и т.д. и т.п. И если в категории ресурса была определен какая-то конкретная категория, в зависимости от настроек абонента, условно говоря, это категория ВКонтакте сайт, для этого абонента он открыт. Если ресурс заблокирован для этого абонента, для этой группы абонентов, происходит переадресация на страничке с информацией о том, что этот ресурс недоступен к абонентам. Теперь о примерах сервиса. Как можно контролировать, какие сервисы можно предлагать абонентам? Сервис, который называется «Предельский контроль». Далеко не все родители, пока они на работе, рады тому, что после школы ребенок сидит в интернете часами. Это неплохо, но должна быть какая-то и полезная навыка на ребенка. Это школа, домашнее здание и т.д. и т.п. Мы можем предоставить абоненту сервис, который он себе закажет, например, через личный кабинет, позвонить в техподдержку, позвонить в контакт-центр оператора, который будет блокировать доступ в интернет в определенное время, блокировать доступ к определенным сайтам, ограничивать какую-то сеансовую. Выдали квоту абонентам, посидел в интернете полчаса, все, закрыто, иди поработай, сделай домашнее здание. Отвлекся на час-два-три, снова сервис открылся. Кроме того, что система позволяет, скажем так, резать тракт, она позволяет управлять более гибко. То есть она не выполняет не какого-то другого шейфера, который дает 10 мегабит, и все. Она позволяет выдавать абонентам политики для доступа в сеть на уровне конкретного сервиса, на уровне конкретного приложения. То есть мы можем продавать условный тариф, гарантированный Skype, или быстрый ВКонтакте, быстрое онлайн-видео. Я фантазирую, но мы можем на уровне приоритета трафика определять приоритет трафика вплоть до конкретного приложения. Не надо идти к оператору и сказать, а вот заблокируй доступ на ресурсы с экстремистским содержанием. Или выдай мне статистику не просто с IP-адресами, а с URL-адресами. Куда, кто, когда хотим. Если мы возьмем, в какой-то момент времени не сможем выполнять эти требования, эти контролирующие органы, они могут просто взять и закрыть. И тогда весь тот бизнес, который мы строили, все эти действия, которые оператор предпринимал на получение прибыли, они просто все подходят. Кроме того, что мы можем управлять блокировкой набором секретного интернет-ресурса, мы можем получать детали информации о том, на какие ресурсы входят наши абоненты. Какими сервисами они пользуются. В какой момент времени мы достигнем какой-то полки развития своей сетевой инфраструктуры. Получим прогноз на будущее о том, когда надо развивать доп. сервисы, что-то новое включать, развивать оборудование новое.